Краеведы, преподаватели школ и университетов, воспитатели детских садов, режиссеры театров и представители других профессий, немало делают для того, чтобы сохранить связь между поколениями, показывая своей работой, что исторические и культурные традиции – это настоящая сокровищница знаний и мудрости, которая должна постоянно пополняться. Каким вершинам стремится юное поколение совхоза имени Ленина? Как проводят время бабушки и дедушки? И ходят ли они в библиотеку? Об этом и многом другом смотрите сегодня в странице 17. С вами Галина Житкова. Ученицы 9 класса школы совхоза имени Ленина Полина Лутова приходят в местную библиотеку несколько раз в неделю и не только для того, чтобы взять учебную литературу по программе. Помогаем работникам библиотеки во время различных мероприятий. С детьми нам легче найти контакт с детьми, поэтому мы в основном развлекаем их каким-то образом. Вместе с одноклассницей, подругой Варей Андреевой девочки с пользой проводят свободное время и расширяют свой кругозор. Все лето работают в библиотеке в качестве волонтеров. Библиотека – очень интересное место. Сюда часто можно прийти, не только почитать, но и происходят здесь какие-то мероприятия и можно здесь принять участие. По субботам, почти что каждую субботу проходит киноклуб и показывают разные фильмы и мультфильмы. Многодетная семья Лутовых переехала на развилку четыре года назад. И, конечно, дети начали ходить в местную библиотеку за литературой. А недавно и мама пришла сюда работать. Под крылом нового сотрудника – экологический кружок для школьников. Говорим мы об экологии, об использовании вторсырья, о том, что мы можем подарить вторую жизнь ненужным вещам, на нашу, на первый взгляд, ненужным. Активные творческие мамы и дочка, их друзья и близкие делают немало полезного для всех читателей библиотеки. Своей позитивной энергией они заряжают не только участников мероприятий, но и всех, кто просто заглянет в гости и увидит почти дизайнерское оформление библиотеки. Посидим редком да поговорим лотком. Не только яркими воспоминаниями прошлого, но и планами на ближайшее будущее. Здесь делятся представители старшего поколения. Местная штаб-квартира активного долголетия, очень комфортная и уютная обстановка для таких разговоров по душам. Председатель общества «Дети войны» Рита Петровна Беликова переехала в поселок совхоза имени Ленина в 2008 году и сразу пришла в библиотеку. Говорит, что это настоящий культурно-досуговый центр. Даты, которые для нас очень ценные, для старшего поколения, такие как блокада Ленинграда, Сталинградская битва, битва под Москвой, День Победы – это особенно. И все время мы здесь собираемся. Воспитанные на классике Рита Петровна сейчас с удовольствием читает российские детективы и тематические журналы «Пенсионерочка», 60-летний возраст, с удовольствием общается с малышами и школьниками. Не понимаю тех людей, которые сейчас, молодежь, смотрят смартфонов или айфонов, я не знаю, читают. Для меня, например, ценная книжка. Несколько раз в месяц в библиотеке проходит встреча участников кружка «Золотая осень» и ветеранской организации «Поселка». Руководитель, главная движущая сила этих общественных объединений Татьяна Ивановна Балашова рассказывает, что представители старшего поколения обсуждают не только новинки литературы, но и кино. Она приглашает людей в кино, и мы всегда смотрим фильмы, рассказывают режиссеры о своих работах. Мы это очень все приветствуем. У нас очень тесное сотрудничество с Союзом деятелей театра музыки и кино. Мы приглашаем артистов, режиссеров, писателей, кого только не приглашали. И бабушки самый, как бы сказать, отзывчивый такой контингент, который придет на любое мероприятие, на любую встречу. Все бабушки и дедушки находят в библиотеке интересные занятия по душе. Помимо киноклуба можно сходить на курсы компьютерной грамотности или вечер музыки Рахманинова. Любопытные малыши в библиотеке тоже желанные гости. Математика, история, рисование, музыка, окружающий мир увлекательно расскажут обо всем. Юные почемучки такие занятия очень любят. Катеньке Попковой всего полтора года, но она уже активная читательница библиотеки. Вместе с мамой смотрит книжки и знакомится с местными зайками, куколками, медвежатами. Женя рассказывает, что они постоянные клиенты в этом центре культуры. У нас трое деток, пять, полтора и восемь лет. И мы регулярно приходим в библиотеку, каждую неделю. Старшая берет книжки для школьного чтения, младшая приходит сюда на занятия. А младшая просто ей нравится здесь вот эта атмосфера, маленькие игрушечки. И она готова сюда приходить даже каждый день. Сын и дочка Юлии Светлицкой тоже приходят в библиотеку. Дети занимаются английским, танцами, рукоделием. Мама считает, что такое разностороннее развитие очень полезно. Происходит у них и сближение, они чаепитие делают, знакомятся, находят абсолютно других ребят, с которыми они не встретятся на улице. Разные школы, разные дома, разные компании. Здесь же они пересекаются и как раз происходит у них общение, знакомство, налаживание контактов. И это очень ценно по нашей жизни, нахождение новых друзей. Шикарно. Недавно внучка привела и бабушку, которая теперь увлеченно читает историческую духовную литературу. Сама 10-летняя Ева любит книжки про животных и не пропускает интересные занятия по окружающему миру. Тут, например, рассказывается про птичек, какие они там перелетные. И рассказывают, что они всегда там делают и про разных животных. Все продвинутые мамы юного поколения поселка совхоза имени Ленина знают, куда вести своего ребенка, если нужна школа раннего развития или дополнительное образование. В жизни творчества местных поэтов и писателей актуальные темы современности, встречи с интересными людьми. Для школьников это отличная возможность шагнуть за пределы учебной программы. Открывая дверь библиотеки подрастающие поколения даже не подозревают о том, насколько интересный мир попадает. Ведь помимо привычных книг и праздников, здесь можно найти занятия по душе. Дети у нас растут, привыкают к тому, что надо читать. Они приходят на занятия, сначала забегают в читальный зал. В читальном зале посмотрят книжки. Потом я их оттуда забираю петь. То есть у нас такое воспитание со всех сторон, всеобъемлющее. Занятия традиционным певческим искусством проходят несколько раз в неделю. Под патронажем Стрельниковой две возрастных категории. Требования строгие, но справедливые. В маленьком концертном зале звучат голоса будущих сольников или хористов. Взрослые поют более сложный репертуар. Детишки у нас раньше пели просто народную традицию, русские песни. Но так как я сама истерика, во мне все это переигралось, переборолось. И мы уже совсем перешли на казачий репертуар. Мы уже совсем говорим о казачьей культуре. Увлеченные своим делом Стрельникова и Машонова на этом не останавливаются. И предлагают новые авторские мероприятия для всех читателей. Говорят, а ты работаешь в библиотеке? Я говорю, вы представляете, да, это библиотека. И все думают, что я сижу просто, выдаю какую-то книгу и вот так вот целый день. Нет. Библиотека действительно культурное досуговое учреждение. Здесь регулярно жизнь кипит. Не только на книговые дачи посещения мы работаем, но и на привлечение жителей поселка, гостей поселка и соседних поселений. Ребята из детских садов и школ очень любят приходить в библиотеку. Несколько раз в месяц для них проводятся мастер-классы и критические встречи. Рассказывают о местных поэтах и писателях. Человек, который жил здесь, рядом, по соседству, потому что это же самый Пушкин, Есенин. Это где-то далеко, где-то непонятно. А это человек, который жил рядом с нами. Они понимают, что, в принципе, их же одноклассник может стать таким же поэтом в будущем. Дети заинтересовываются, смотрят книги, узнают что-то новое. И это в первую очередь нужно для общего кругозора детей. Жители поселка совхоза имени Ленина активно помогают бойцам, что находятся сейчас в зоне проведения СВО. Близкие друзья многих находятся на передовой. Родной брат Марии Машоновой тоже мобилизован. В библиотеке работает мастерская по изготовлению окопных свечей. От 50 до 70 таких горелок отправляют дивизии местные активисты. Действительно, это ребятам требуется, им это нужно там. Это хорошая поддержка от нас. Я как бы от своего сердца, я докладываю эту всю информацию детям, чтобы дети тоже как бы включились в это, что да, мы вот тоже понимаем, что происходит там. И мы помогли этому солдату, сделав какую-то обычную вот эту баночку, обычную свечу. И мы туда ее отправили, и она ему действительно понадобится там. Из большого разноцветного калейдоскопа добрых дел и правильных поступков складывается, как в дальнейшем подрастающее поколение будет вести себя уже во взрослой жизни. С такими наставниками, старшими товарищами родители могут быть спокойны. Умудренные опытом бабушки, дедушки, озорные малыши и серьезные школьники каждый день приходят в библиотеку за новой информацией и новыми впечатлениями. А что любят читать жители других территорий, узнаем в следующей странице 17. С вами была Галина Житкова. До свидания.